то на этом листе гмара объясняет законы наследства женщины то есть женщина у которой остались деньги или имущество поля здания она скончалась кто первый наследник ее муж получается ему если нету мужа то ее дети если нет нету детей то ее отец если нету отца то росли наследники ее отца и убрать и и тогда его на говорит она говорит дальше мы сказали предыдущий меч не что женщина были два брата у меня чем он скончался без детей его жена рафель ждет когда шимона не женится в это время пока она ждала пока она была вдовой она получила наследство своего отца кому это принадлежит мечта сказала что ищу вещи мои петли лет согласны что это не и она имеет право это продавать отдавать дарить все это ее полностью она владеет но если она скончалась то бет или говорить все остается там где было ее имущество у ее родственников к туба у ее родственников ее мужа и у него детей вечером ажи говорит они должны разделить и спрашивала спросил вопрос почему бет шамай поменял свое мнение сначала мечны где сказал что все принадлежит ей в конце не скажу что они должны разделить ему рады ла два ответа на предыдущем месте на этом месте она дает еще два там было ула и здесь говорит оба это речи адена флула к шея шомер девам оба ей говорит что в первом случае когда все это ее она получила наследство когда она ждала когда братья и мужа женщинами сэфа дэна флула кши шеи тактав деба во втором случае она еще была замужем за первым своим покойным мужем и тогда она получила наследство и здесь разделяется мнение бет шамай и бет или бет шамай говорит когда жена замужем то несмотря на то что мы с вами говорили она получила наследство скажем гостиницу или нерсингом кому это принадлежит эта гостиница нерсингом принадлежит ей но доход который она получает оттуда принадлежит ее муж поэтому когда она замужем у мужа есть больше прав на это я я до адифа меда поэтому у него больше прав чем у нее и когда он скончался и и муж то что получается так как сейчас его преимущество уменьшилось они стали на одинаковом уровне когда она умирает это имущество разделяется между ее и его наследниками бет или и говорит как бы там ни было когда она она была замужем за ними получил это наследство у них права были одинаковые с мужем поэтому когда муж скончался прав у него стало меньше и поэтому когда она скончалась тогда остается это у ее наследников дальше амала раба 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 не согласен с собой говорит а и или нафли лакши хи тахта в дебал декуле альма лопли гейди диде адифами дэ рова говорит нет если она получила наследство когда она была замужем все согласны что у мужа больше прав а что здесь тогда или виде и динафлю лакши и еще мере деба в обоих случаях и начале мечны и в конце мечны она получила это наследство когда уже у нее муж скончался она была вдовой и ждала когда на ней женится вечером айма моросы и бадай арбуса без эффекта и несуа вечером ай говорит когда это было что в первом случае или когда он сделал и мама что это мама второй брат который живой еще не женился но далее или куба или дал ей а деньги и поэтому она уже получила с ним больше связь он еще на ней не женился полностью но наполовину он женился поэтому мама до света даруса она здесь получается полностью как бы обрученная с ним и весь у нее есть соперница она освобождается от этой митвы и бум или калица и она с афектной сува сомнительно полностью замужем или нет и в этом случае он наследует ее имущество бит или говорит амар это мид работа беда говорит он ей дал деньги это помудрецам и никакого имущества и никакого права он еще на ее наследство не имеет кто прав у нас было четыре ответа гмара говорит амарах папа дюкады макнитин киватэ дабай все-таки мы нашли братья который поддерживает мнение а по и из этих червответов мара выбирать ответа боя почему шамай поменял свое мнение даже как мара критико кинса а рейки и что ли холдова если второй брат женился она для него жена по всем правилам для чего ли моих это для чего мне это нужно ждать на что он женился мара марби усы барханина лума чем горша бегет ума хазира это нас учит тому что если этот второй брат женился на ней он решил с ней развестись он должен сделать ей кет должен дать ей гетхалица не работает а если он просто развелся хочет снова на ней жениться он имеет право жениться мы не говорим что есть запрет не жениться на вдове своего брата если у него есть дети а он же одни раз на ней жениться развился может быть то что мы запрет временно отменились снова возвращается мара говорит нет он взял ей и бум она его жена разводится с гетом и снова может жениться дальше дальше следую шлемешна говорит так митзва в гадол лейбем ло ратца мяалхин алла а као халла а алко ол ахин ло рацук хозьвин этсел гадол воумрим ло алекхан о халат о халлац о следующая мечта говорит так человек скончался без детей у него было пять братьев кто из них должен сделать ибум митва для старшего брата сделать ибум или хальца если он не хочет идем ко второму третьему пятому последнюю если они все говорят мы не хотим делать ни ибум ни хальца тогда мы возвращаемся к старшему брату и он должен говорим ему митва на цветах и старше ты сделал или бум или хальца талабе катан а чеки игдал о бига долл а че его мим дина таям о кереш ошоте эншо миндло эйла умрим ло а летом и сва ох аулец поеве вернулись к старшему старший говорит что знаете что у нас есть младший брат вчера у моего у нашей мамы родился мальчик вчера мы сделаем у неделю назад сделали брит давайте 13 лет подождем когда он вырастет мы никто не хотим делать корица ей 40 лет она должна быть его тринадцать лет а потом он на ней женится сделать ибум или он говорит знаете у нас есть старший брат места чтобы сделал старший брат старший брат у нас живет в африке мы его 20 лет уже не видели но мы чувствуем что он скоро приедет может быть он на ней женится или они говорят у нас есть брат который глухонемой или вчера у него что-то уже доктор определил проблемы с головой но через недельку-две наверно он выздорове подождем когда они будут нормально и пусть женится говорит мара мы их не слушаем мечта говорит мы говорим старшим ты сделай митву мы митву не откладываем и лом мило а леха митва ох а лот у тебя митва и должен сделать или халица или ибум и бум это не и бум это когда брат который живой женится на вдове своего бездетного брата это и если оснимать эту флю это называется пальца не хочет и жениться с ним она снимать него башпак башмак плюет и так далее я хатана дефа их не хотят году ладих дальше мара приводит спор между мудрецами есть старший брат ему 50 есть есть младший брат ему 35 лет что лучше чтобы младший сделал и бум или тоже не санее и чтобы старший брат сделал халица 50 лет 50-летний халица 25-летний дамы сгадали и бум есть один говорит что это лучше это лучше и оба эти мнения вписываются в нашу мечту мишну почему тот кто говорит он не хотел что он не хотел он не хотел сделать и бум старший брат халица он был готов тогда этот мудрец говорит что вкус лучше младший брат сделает и бум чем старше сделать кайта то что говорит нет даже халица пусть делает старший это лучше потому что он говорит что старший не хотел делать них а лица не ибун тоже можно делать или любой брат 2 5 кота на кальцат году он любят кули алма лоплиги дебят кота на дефа второе мнение говорит мара что на самом деле что лучше чтобы младший сын сделать бум и женился на или и старших а лица все согласны что лучше чтобы младше сделали бум правильно не женился спорных а лица бибия к лица кота на хотят году что лучше чтобы халица то есть как бы дал ей гетман младший брат или старший колец от города дефа если говорят митва у старшего мы сказали у старше это сделает дорогая тканады не ну в том что касается к лица нету разницы и старший брат и 2 и все они имеют одинаковое значение как нашу мишну это впитывается вписывается то же самое тот кто сказал я не хочу делать и мы возвращаемся к нашему он сказал я не хочу делать ибун но халица он мог сделать во втором случае который говорят что они оба одинаковые то этот не хотел более молодой не хотел делать ни халица него дальше мара говорит тонн это не оба шаул номер а конец он говорит что человек который женится на вдове своего брата задними мне не мыслими ради митвы потому что она красивая потому что у нее много денег еще почему-то он говорит что он как будто делает разврат и он говорит по моему мнению что ребенок очень близкий назвать его не дай бог мамзер поэтому пусть он сделает халица как ами мури миме мая вале ами коль маком и было время когда приняли его слова и не давали сделать ибун потом вернулись сказал нет мы будем делать ибун как говорят мудрецы потому что второе написано брать его должен на ней жениться как бы там ни было и царь его куда меня митвад халица тесто что лучше и бум или халица говорит мара лучше и бум и пусть он сделает и бум сегодня говорит ахшавши ником не имляши митва амбру митва тальца кодем на митва тему все-таки потом сказать так как мысли у людей неправильные лучше халица и либо что сегодня происходит ашкинадские евреи идут по мнению рама который говорит что мы делаем халица и не делаем бу ибо то есть брать не женится сфараде говорят что можно даже делать ибо что брат имеет право жениться на вдове своего бездетного брата продолжим на следующем листе барху ваду мая ла амин